Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Кристина. Хочу с вами сегодня поболтать, как обычно, про косметику. Готовлю для вас что-то очень интересное. Надеюсь, у меня это получится. В голове обмозгуется. И мы с вами проведем какой-нибудь классный марафон по приведению фигуры лица, тела, волос в тонус. Прям засела такая мысль интересная. Вдохновилась очень я. Так вот, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы все это не пропустить. Я думаю, что обязательно что-то интересное мы с вами сделаем. Ну и обязательно заглядывайте в мои социальные сети. Все ссылки, как всегда, под видео. Там всегда куча всего интересного. Ну что ж, я знаю, что практически ничего не снимала в апреле. Какой-то, знаете, у нас такой сам по себе месяц был ветреный, холодный. И не было такого вдохновения. И первое, о чем хочу поговорить с вами в мае, это будут пустые банки апреля. Накопилось совсем немного, но от этого и хорошо. Видео будет не таким уж длинным, как обычно. Самое свежее, что у меня закончилось, это маска для волос от Гарнье Фруктис. Очень понравилась мне. Это линейка Суперфуд. У меня была с папайем. Мне моя подруга ее очень порекомендовала. И я, конечно же, доверилась Маше и взяла ее. Обалденный аромат. Это действительно сочный фруктовый запах. Ни чуточки, ни приторный и ни искусственный. Такой натуральный, тайский. Обалденный. Маска напитывает волосы замечательно. Ее можно использовать как три разных продукта. Это бальзамополаскиватель. Если вдруг ваш вам не нравится, как мне, например, мой. Кстати, о своем уходе за волосами, то, что я сейчас использую, у меня недавно вышло видео. Ссылка обязательно будет под видео. Так что заглядывайте. Ну и, конечно же, в подсказках тоже будет. Я чаще всего использовала как маска на 15 минут. Иногда по шапочку. Иногда просто на влажные, свежевымытые волосы. И затем смывала. И волосы были напитаны очень хорошо. Ну и написано, что как несмываемый уход. Я не сторонник такого ухода. Хоть и надо совсем горошинку, у меня есть несмываемый уход. Поэтому маску я использовала только как маску, либо как ополаскиватель. Очень мне понравилось. Обязательно повторю. Хочу попробовать с бананом или что-нибудь другое. Но папайя точно возьму. Это прям мой фаворит, который будет в одном из следующих роликов. Обязательно сниму для вас фавориты весны. Так что не переключайтесь. Еще одна супер свежая баночка, которая попала буквально пару дней назад сюда. Это умывание. Кстати, тоже от Гарниер. Только это уже Skin Natural линейка. Это под линейкой основной уход. Гель-пенка для умывания, для нормальной и смешанной кожи. У меня, напомню, кожа жирная, но весной, летом она больше склонна к смешанной. Поэтому я решила попробовать. Ничего особенного, такое неплохое очищение как раз-таки подойдет на утро. Не слишком агрессивно. Вечером нужно немножко, я бы сказала, потяжелее артиллерию. Это как раз-таки идеально. По легкости, хорошо очищает. И неплохо, кстати, удаляет макияж по вечерам. Если вы ленивая, то присмотритесь. Так же, как средство удаления макияжа. Здесь было 200 мл. Достаточно быстрый расход оказался. Меньше месяца и пользовалась. Но, тем не менее, понравилось мне это средство. Возвращаться не буду. Буду дальше пробовать и искать что-то интересненькое. Но, когда скучаю почему-то обыденными, то обязательно обращаю внимание на гарнье. У них, на мой взгляд, неплохие очень продукты. Масло для тела от Organic Kitchen Mimimi. Это разглаживающее масло для тела. Консистенция была кремовая. Быстро впитывалась и оставляла такую пленочку, как масло. Которое тоже очень быстро, ну, в течение 10 минут, наверное, растворялось на коже. И кожа была потом после этого масла благоухащая. Очень мягенькая, приятная, комфортная. Текстура легенькая, не такая вот, чтобы как сильный такой масляный баттер. Мне очень понравилось. Несмотря на то, что здесь всего 100 мл, расход был экономичный. Я долго использовала эту баночку, потому что совсем чуть-чуть нужно было нанести и разнести по всему телу. Хватало примерно пол чайной ложки, наверное. Я могу вам этот крем рекомендовать. Выбрасываю. Недавно совсем проводила ревизию всех своих банок и проверяла сроки годности. Оказывается, у вот этого стайлингового средства от Faberlic DD спрей уход для волос закончился срок годности. Я его использовала буквально раз в 5, наверное, когда делала какие-то укладки. Вообще его можно было использовать как несмываемый уход. Фиксация без увлажнения. Не склеивает волосы. Он легко расчесывается. Создает глянцевый блеск. Почему-то как-то рука к нему не тянулась. Это линеечка Эксперт. Приятно пахнет. Не утяжелял действительно волосы. Я использовала исключительно для укладок. Мне очень нравилось. Но как-то вот экономично оно расходуется. Распылитель здесь достаточно обычный. И, кстати, аромат тоже очень приятный. Мне понравилось это средство. Но вот как-то не тянулась к нему рука у меня. Сюда же решила отправить баночку из-под витаминов. Это витамины с iHerb, магний. Вегетарианский вариант. Здесь было 100 капсул. Они достаточно большие. Если вы любитель более мелких, то вам точно не подойдет эта линейка Life Extension. Очень удобная. Не откручивающая вот такая вот крышка. Но так как я очень много сейчас времени изучаю ЖКТ и БАДы, могу смело вам сказать, что это один из лучших магниев на просторах iHerb. Конечно, есть лучше, но его не бывает в наличии. Очень редко можно ухватить какой-то хороший магний на сайте. Вот этот могу рекомендовать. Если вам интересно видео про БАДы, про то, для чего нам нужен витамин D, магний, железо, витамин А и другие, то обязательно пишите под видео. Снимем с вами такой ролик, потому что это очень интересно. Мне в последнее время эта тема очень импонирует. И все, что я узнаю, мне хочется доносить и до вас. Потому что я, например, очень многого не знала. Гель для душа. Один из самых лучших, который я когда-либо пробовала, это от Johnson's, линейка Vita Rich. Гель для душа преображающий. Не знаю, что он преображает, но пахнет он достаточно вкусно. У меня гранатовый. Не могла долго выбрать между ягодами, типа йогуртового, вот такого аромата. Или гранатой. Я дала предпочтение гранату. Приятная отдушка, хорошо очищает. Какое блаженство. Могу тоже вам его рекомендовать. В магнит косметик, кстати, можно его купить по очень хорошей акции. Слово о том, что я недавно перепирала средства. Нашла еще одно, у которого заканчивается срок годности. Это водный спрей для разглаживания. Я, если честно, немножко не поняла его. Пыталась тестировать. Когда-то это было новинкой Faberlic. И я его не поняла. Я его использовала по инструкции. У меня ничего не получалось. Очень странно. Я больше не повторю. Но, в принципе, вам не советую. Я лучше поглажу, чем буду заморачиваться вот с этим спреем. Может, его и нанесешь на какую-нибудь вот такую ткань, которая очень трудно мнется. И сама по себе быстро разглаживается. Может, сработает. Напишите, пробовали вы такое средство или нет. И как оно вам оказалось. Ну, еще одно средство, которое закончилось. Я очень люблю это влажные салфетки для удаления пятен. Они идут с новой улучшенной формулой. Но, честно говоря, прошлая формула была намного лучше. Она как-то лучше справлялась с пятнами. Отлично подойдет, например, для рукавов и для нижней части пуховика. Неплохо справляется с пятнами на обивке автомобильных сидений, диванов. Если это короткошерстный диван, назовем его так. Хорошее средство. Мне нравится. Его посоветовали. Я попробовала. Оказалась в восторге. И теперь советую. Очень советую вам. И даже если в уборке, и если есть в уборке фавориты, то вот мой однозначно именно эти салфетки у Фаберлик. Я вам уже говорила, что не часто делаю тканевые маски, но раз-раз доделаю. И у меня здесь есть одна вот такая вот с манго от Farmstay. У меня был на нее обзор. И я уже себе купила авокадо. Жду, не дождусь, когда сделаю. Я, честно говоря, редко делаю тканевые маски. Раз в две недели примерно. Ну, с точки зрения экологии, что они долго разлагаются. Ну и, честно сказать, в баночках, если рассчитывать на количество раз, сколько вы будете делать, это намного выгоднее брать в банках. Но, тем не менее, такие маски иногда залетают в мою косметичку. Я осталась в восторге. В парфюм-лидере можно купить меньше, чем за 50 рублей. Ну и максимум за 60 по акции. Мне кажется, это классная цена для такой маски. Она очень хорошая. Крем для кутикулы от компании Faberlic. Линейка про руки. Не знаю, есть сейчас такие или нет. Честно говоря, я не оценила. Он должен увлажнять, смягчать кутикулу. Но у него очень неприятный такой порошковый аромат, что я кое-как его вообще использовала. Осталась тут половина. Мне не понравилось. Больше брать не буду. Но, кстати, я его получила в подарок за баллы. Так что не очень-то я и расстроилась. Тональное средство. Мой фаворит-любимчик. Это L'Oreal L'EUF Perfect. У меня оттенок Vanille Rose. Мне понравился. Это легкая текстура, разглаживание лица. Идеально ложится, быстро и комфортно смывается. И не забивает поры. Это огромный плюс. И он такой приятный. Как бы кожу делает бархатной. Мне кажется, что это один из лучших тональников, какие я только пробовала. И, кстати, возвращаюсь к нему не первый раз уже. Перебирая косметичку, увидела, что у меня остались еще здесь на донышке капельки бустера. С витамином С. Думала, весной буду использовать. А для того, чтобы его использовать, нужно купить крем. Почему мне Фаберлик пристал? Для того, чтобы использовать это средство, нужно его смешивать с кремом от Арифлейма. Я пока там не делаю заказ. Но думаю, что скоро мы что-нибудь интересненько там закажем. Какие-нибудь новиночки. Так же, как и Фаберлик. И будем с вами вместе их обзорить. Неплохое средство. Мне нравилось. Витамин С идеально подходит на весну и на начало лета. Прям супер средство. Очень бодрит кожу. Это такой вот антиоксидантный эффект придает любому крему, который можно заказать из линейки Optimals. В свое время мне очень нравилось. Кстати, вот такая еще есть концентрированная штучка для очистки ковров и обивок. У меня светлый диван и я на нем пробовала это средство. Мне понравилось. Взяла маленькое, потому что не часто я чищу диван. Но бывает, что какое-нибудь пятно и вот это средство очень хорошо выводит. И вообще чистит. Если видите, что ваша светлая мебель стала серой, попробуйте, удивитесь, какой хороший результат у данного продукта. Кстати, в Фаберлик можно брать вот такие маленькие пробнички. И их хватает очень надолго. Я использовала два раза, у меня здесь еще больше половины. Но так как подходит срок, я решила избавиться от этой баночки. Вот так плавно мы перешли к концу. Последнее, что у меня здесь лежит, это кисточка. Помните, я вам рассказывала? У меня есть обзор на Invi Planet Service. Я вам ссылку тоже оставлю в описании. И там в подарок положили вот такую вот кисть. Сначала она мне очень нравилась. Она синтетическая. Ей очень удобно наносить маски было. Но в последнее время она у меня сыпется. То есть, когда я наношу маску, у меня остаются волоски на щеках, на лбу. От этой кисточки. Я так понимаю, что она вот здесь вот деформировалась. И я не могу ее сжать обратно в такое же состояние. Поэтому выбрасываю, возвращаясь к своей старой, которую заказывала на Алиэкспресс. На сегодня это все. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. В комментариях пишите, что из всего этого попробовали вы. Что понравилось, что не понравилось. Может, вы хотите что-то порекомендовать. Ну и не забывайте, что данным роликом можно поделиться. Чтобы и другие узнали что-то интересное о продуктах. Какие-то новинки для себя нашли. А с вами была Кристина. Хорошего вам настроения. И пока-пока. Увидимся в следующих роликах.